В Одессе за день обнаружено три бомбы. Одна из них взорвалась возле отделения приватбанка на Таирово. Жертв нет. Еще одно устройство нашли у отделения приватбанка на поселке Котовского. Ее успешно разминировали, как и третью бомбу, найденную на железной дороге. Константин Гак далее. Раздался такой взрыв, что проснулись все втроем. Я, моя жена, ребенок и даже собака. Это был тихий ужас. Около четырех утра в отделении банка на маршала Жукова взорвалась бомба. Устройство заложили между подоконником и газовой трубой. Мощность заряда была не меньше 200 граммов тротила. Никто из сотрудников или соседей не пострадал. Взрывная волна повредила фасад банка, выбила окна в соседних пятиэтажках и одной машине. Не уймутся, вот что думаю. Пора уже ума набираться, сколько можно. Так, бабахнуло, что можно вообще уберечь. Бабахнуло сильно, что? Да. Соседи отделения рассказывают, на него нападают во второй раз. В мае офис привата пытались поджечь горючей смесью. У него как бы особых повреждений-то не было. Немножко была закопчена вот эта вот дверь. Их не орали тогда и все. Около восьми утра еще одну бомбу обнаружили на другом конце города, также у отделения привата. В июне офис на Днепродороге уже поджигали. В этот раз устройство удалось обезвредить. Третью бомбу правоохранители нашли на железной дороге в районе Пересыпи. Устройство своевременно убрали с рельсов, взрыв не состоялся. Минеры пока на свободе, их разыскивают. Константин Гак, Константин Длужневский, 7 канал.